Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Господу Богу и Спасителю! Дорогие друзья, 16-й урок. Продолжаем тему «История христианской церкви», «История христианства». И сегодня хочу продолжить, так как у нас времени не так много, на этот курс, вообще-то двухнедельный курс у меня по слайдам «История христианства». Но, знаете ли, хотелось бы немного перескочить во времени и сегодня больше, сегодняшним числом, да, сегодняшним днем завершающим, больше говорить об истории христианства у нас на Руси. И здесь много очень интересного, полезного и назидательного для нас будет, думаю. Но перед тем, все-таки, довершу я, вот, сегодняшним этим 16-м уроком говорить о том, что происходило в Византии. Почему важна нам Византия сейчас? Потому что христианство Русь приняла откуда? С Византии. Потому что именно оттуда, с Греции, с Византии пришло к нам христианство как государственная религия. И очень многие проблемы сегодняшнего христианства здесь, на Руси, они корнями уходят туда. Вот, думаю, уже все понятно, да, на прошлых роках было, что многие вот эти лжиучения, мы записывали с 325 года по 843 год, когда смешивалось христианство с христианством, многие эти лжиучения, которые тогда возникли, они до сих пор не только здесь, вот, на Руси являются таким большим, такой большой бедой, проблемой, но и вообще в мировом христианстве. Кстати, один раз я попал на очень интересное такое общение бывших традиционно-католических священников. Это было во Франции, в городе Лили, это возле Бельгии там. И в этом городке, он небольшой такой городок, но там есть католические харизматы, их называют так. Это бывшие традиционно-католические служители и прихожане. И вот с Парижа были, с разных регионов Франции, и с Бельгии были, франкоговорящие тоже были. И там были священнослужители, бывшие традиционалисты католические. И там очень интересные свидетельства были одного брата, он сейчас такой служитель именно харизматической католической церкви, крещён Духом Святым, ещё он в семинаре вообще-то переживал уже такое, значит, именно Духом Святым наполнение, но потом был какое-то время священником традиционным католическим, потом покаялся и вышел из традиционного католицизма. Сейчас он является как пастор, священник, такой реформатор, как бы. И там таких нескольких было служителей, священников. Один из них в Риме сейчас служит, в самом Риме, слава Богу. Кстати, в Риме в наступающем, в 19-м году открываем церковь новую, тоже реформаторскую православную церковь, прямо напротив Ватикана, буквально через два квартала, то есть рядышком с Ватиканом. Там есть группа православных украинцев, румын, ну, в основном, даже больше румын, чем украинцев, которые сейчас окормляются одним братом, бывшим тоже традиционным служителем, который вот из нашей церкви, и он сейчас там ведёт служение, пока домашнее-то общение, на квартире не собираются. Вот, в будущем году, даст Бог, уже будет у нас и в Риме. Так что я буду писать послание к римлянам, надо тоже радоваться. И в Румынии сейчас у нас есть несколько тоже, значит, служителей. Два священника присоединились к нам, румынских, бывших традиционных румынских священников, в самой Румынии, Бухаресте, отец Богдан Ионеско. Значит, вот в этом году у нас были такие очень важные события, такие, вот, именно касательно реформаторского православного служения. И очень много общих вот этих свидетельств. У меня, вчера я рассказывал тоже немного о своём свидетельствах, и у других традиционных бывших священнослужителей, очень много интересных есть свидетельств о силе Божьей. Допустим, один из румынских священников, значит, отец Флория, он покаялся через баптистов, которые проводили курсы изучения Библии. Но они договорились так, что их школа по изучению Библии в Румынии, в Западной Румынии, она была как межконфессиональная. И она, эта школа, в самом уставе, мы не касаемся никаких вопросов деноминации, именно только изучения Писания, значит, дедуктивный метод изучения Писания, дедуктивщики. Они были из Баптистской церкви, эти братья. И, значит, там со всей Румынии были гости, преподаватели были с Америки, были преподаватели. И вот этот священник, отец Флория, и его жена, значит, они вместе пошли на эти курсы, только ради изучения Писания. Потом по мере изучения Писания пережили оба покаяния. Друг другу они боялись даже открыть это все, что они переживали внутри. А потом, когда открыли друг друга, оказалось, что у них одинаковые переживания. Представляете, Бог работал и с батюшкой, и с бабушкой на этих курсах. Они попали не с начала потока, притом, они попали в самое нужное время для себя. Бог их определил, представляете, они попали на тему заветы. Как раз о заветах с Богом, о заветах в Ветхом Завете, Новом Завете, о том, как мы вступаем в завет с Богом, заключаем с ним завет. И, короче, оба они покаялись и христились, поверив в Иисуса Христа. Слава Богу, вообще. Слава Богу. Правда, потом испытали гонение. Ну, так вот, а этот французский священник, он рассказывал очень похожую историю. Тоже изучение Писания, внимательное рассмотрение Писания. И вот как традиционный священник, он, короче, покаялся в этих вещах. И он говорил, что примерно... Ну, вообще, не только он, а там есть французский такой журнал, он издаётся в Бильгии, франкоязычный такой журнал. Как раз именно посвящён харитматическому католическому движению там и реформации в католицизме. И, значит, и там один из священников тоже самое писал, что мне перевели, значит, на русский язык. Всё это я по-французски. Такой, лямур, дожур, бонжур. Бонжур, сова, знаю и всё. Значит, и... или как это? Киса Воробянина, да? Мадам, месье, жусь и ман, спасись. Жусь и ман, спасись. Подайте что-нибудь бывшему депутату государственной думы. Да, значит, и, представляете, этот священнослужитель, он традиционный, он не реформатор ещё, но он, как бы, тоже за обновления выступает. Написал, что примерно три четверти, ну, больше половины однозначно там. А, не, но, две трети. Две трети всех христиан на земле, даже по примерным подсчётам, можно назвать сегодня многобожниками. Потому что, вот, молится Богородица, молится святым. Вот этот католический молодой священник, который покаялся, он, значит, рассказывал, что у себя в костёле, у него был приход возле Парижа, недалеко, в селе. Ну, посёлочек, французский посёлочек. И, значит, и посещаемость была, ну, достаточно хорошая, этого костёла. Но, говорит, он сделал, как стенгазету такую в костёле, и каждое воскресенье, каждое место сделал опросы. Такие, как давал анкеты там, опросы. И, значит, идея очень интересная была этих опросов на разные темы. Он, как бы, выяснял отношения людей, как бы, к вере, к Богу, и, ну, и вообще их нужды там, как бы, проблемы какие-то, допустим, у кого. И, значит, и, знаете ли, интересно, и там он давал, как бы, рейтинг святых ещё, опрос такой, еженедельный. И, то есть, кому больше всего молятся на практике своей, вот, молитвенной практике, да, допустим, его прихожане, кто наиболее почитаемый у них, там, допустим, в их жизни, там, и, в общем, молятся ли они дома, допустим, значит, выяснял в этих анкетах. Он взял в семинаре такую идею, и, значит, очень хорошая идея. Так вот, и рейтинг Иисуса Христа был самый низкий, ну, один из самых низких в костёле. Больше всего люди молились Богородице Марии, Матери Иисуса Христа, молились там, там, святым всяким, Антонио Падуанскому, Франциско-Казийскому, там, даже Тереза Калькутская, вот, современная святая, она и то была рейтингом чуть повыше, чем Иисус Христос, представляете? И, короче, он стал это дело исправлять, он стал каждое воскресенье именно о личности Христа говорить. А он еще, будучи студентом семинарии, значит, он, значит, учащийся, да, в семинарии, он просвещал такое харизматическое, католическое собрание такое небольшое в Париже. Значит, там были семинаристы, были, значит, священники, некоторые французские, они там вместе молились, Бог многих из них крестил Духом Святым там. И, значит, и вот он говорил о Христе, и, знаете ли, через несколько месяцев там ситуация изменилась в этом костеле, прихожане отвечали по-другому уже, уже почти у всех уже на первом месте был Иисус. И в его костеле, ну, в общем, он сделал график такой, рейтинг Иисуса Христа поднялся, самый первый был, выше всех, шел. А потом он однажды посмотрел и говорит, что да, вот так и так, что все-таки Иисус, он не просто первый в большом списке, таком, знаете ли, а он и первый, и последний, он и начало, и конец, он и альфа, и омега, и потом он вышел из традиционного католицизма, потому что осознал, что это, ну, все-таки нельзя Иисуса даже, ну, близко с кем-то ставить, ровнять вообще его с кем-то. Он единственный и неповторимый, уникальный вообще, посредник, первосвященник, ходатай Нового Завета. И на самом деле, братья, сестры, кто молится из христиан, православно-католических, некоторые протестанты тоже так поступают, но это большая редкость у нас, тем более, в славянском мире, протестанты не молятся святым. Я встречал протестантов в мире, к сожалению, которые тоже молятся святым ангелом-хранителем, допустим, баптисты некоторые, но это на Западе и в Штатах встречал, в Австралии такие протестанты есть тоже, к сожалению. Но в основном только католики и православные молятся святым, допустим, кроме Бога кому-то еще, да? Ангелу-хранителем, ангелу-хранителем, прочее. Так вот, и христиане, которые молятся кому-то еще помимо Господа, они грешат, и имя грехует ему многобожие. Они, как бы, такие христиане, невольно показывают свое невежество духовному миру, знаете ли, незнание Писания. А невежество это, знаете ли, это, как вот, притягивает всякую инфекцию. Невежество народ, так бессон, гибнет. Гибнет народ мой из-за недостатка ведения. Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Именно от неведения, знания, именно происходят вот эти заблуждения. И, дорогие друзья, значит, да, еще, получается, что человек, молящийся кому-то еще помимо Господа, он тем самым показывает, что крови Христа было пролито недостаточно, чтобы спасти его, чтобы он был спасен, чтобы он был услышан. И потом я еще говорил о проблеме идолопоклонства, антисемитизма, оккультизма. И вот на проблеме оккультизма я остановился. И это самая такая мерзкая проблема и опасная проблема, на самом деле. Вот хлебопродомление за умерших в VI столетии, которое появилось, это, наверное, шедевр вот этого как раз невежества. Вы все знаете, что такое просфоры, да? Уже запомнили, да, со вчерашнего уроку, что не только куличи там сиятин, да, значит, при Юстиняне Феодоре, значит, как бы как знак мерзости на Пасху, но и на причастие, вообще на хлебопродомление Феодора запретила опресники, как раньше было, ну, принято. А только лишь квасный хлеб, просфоры. Думаю, все видели, ну, вот здесь такая вот есть иллюстрация, допустим, на слайде. Видно, да? Просфора сверху, вид, значит, это сбоку. И просфора это такой хлеб, составный хлеб такой и верхняя, нижняя часть. И вот с нее, с этих просфор вырезаются, вырезаются такие частички. Вот еще один фрагмент здесь, литургии, служения. Алексей Второй, покойный патриарх московский, он проводит в одном из храмов служение. Кстати, как здесь делать? Показ. С текущего слайда, вот. Ага. Значит, и Алексей Второй, если стоит возле престола, это в алтаре. Это не видно прихожанам, эта съемка в алтаре сделана. Значит, он стоит перед престолом, перед ним чаша и хлеб. Из большой просфоры агнец вырезанный, такой, видите ли, квадратиком таким, да? И там другие чаши стоят, значит, и дискосы, и такие, здесь вокруг этого вырезанного хлеба, такие треугольнички, такие кусочки хлеба. Да, кусочки хлеба. И вот это есть как раз вот это хлебопрямление, проще говоря, за умерших. Называется оно, вообще-то не так в православии, называется оно обедня за покой. Обедня за покой. Или сорока уст за покой. Сорока уст это сорок обеден за покой. Поэтому в простонародье чаще всего это звучит тоже так, обедня. Сорока уст это сорок обеден. Сорок раз отобедать покойнику, да. Да, это тяжелый труд, я так скажу. Не, ну вообще, идея такая. Помните, да, я говорю про зомби-бани? Про зомби-бани, которую точно просил, если не упомянуть. И вот священник, вот в этом случае Алексей Второй, у него там в одной руке ножичек, как раз копье такое острое. Он вырезает, допустим, из просворочки частичку. Кто ел просворочки, видели, наверное, да, там? Нет кусочка вырезан. Он вырезан или же выщипан. Если священник, ну, уставщиковый, занимать правильно по уставу все, то он вырезает треугольничком. Если или много очень просвора, или он как бы небрежно относится к своим обязанностям, то он просто выщипывает кусочек. И вот этот кусочек, он как раз для умершего начинается, для его души как бы. Он же покойнику не может причащаться, поэтому вот этот кусочек для него. Но у него нет тела у покойника, как он съест. Поэтому всю просворочку должен съесть тот, кто заказал эту службу, или кому там дали, значит, он должен съесть как бы. То есть предоставить свое тело для такого духовного эксперимента, значит, очень опасного, считай, эксперимента. Потом, а сам этот кусочек, их много накапливается, представьте, там, потому что у священников по воскресному служению, ну, там, десятки, бывает сотни записок. Вот на дне родительские тысячи бывают записок. Например, в Рязани, в Борисоглебском соборе, когда я служил несколько месяцев, то там как раз были дни родительские, до шести тысяч просворочек, до шести тысяч кусочка там было вытащить. Конечно, не я один, там были другие священники. И начинали еще с вечера мешками такими стояли просфоры, бумажные мешки такие, в них просфоры. И потом с утра проскомедия начиналась рано. И потом до самой Херувимской мы выщипывали эти просворочки, начинали записки. И большие чаши стояли, их много на престоле стояло, этих чаш, значит, поминальных, наполненных вином туда. Потом момент служения, священник, он там, выходит с чаши и говорит там, со страхом Божьим и верой приступите. Хор там, благословен, глядь во имя Господне, Бог Господь, явися нам. И он говорит, веру Господи исповедую там. Короче, он причащает потом всех, там, значит, людей живых. Макает, да? Нет, там все уже намешано, там как каша такая. То есть, так ты хочешь, режется хлеб, туда сцепается, там, ну, приготовляется как каша такая. И ложечкой черпать. Ну, это, в принципе, не библейский метод, конечно. Библейский метод на руки для этого хлеб, вино. Это не библейский метод, кашу. Но византийцы это придумали, греки, хитрые. Греки, они, значит, намудрили, конечно, много, конечно, в истории. Но они придумали сделать кашу такую вместе и кормить все. Знаете почему? Есть такая версия. Ну, есть разные версии, но основная версия такая, о которой в семинаре говорят православные. Что якобы, чтобы не давать хлеб на руки, чтобы домой не таскали хлеб, во-первых. Во-вторых, чтобы не колдовали, не выражили на этом хлебе греки. Значит, и чтобы об этом диакону нужно было следить, чтобы человек проглотил. Проглотил все и запил. Значит, но все равно бабушке, я знаю, на практике. Я в селе служил, в сельской местности, служил не раз, там, в Рязанской области, в Брянской области послужил. И я знаю, что бабушке все равно воруют причастие. Она вроде как проглотила, сама за щечкой, там, потом, флоточек раз так. Значит, одна там бабушка признавала, что у нее целая мисочка дома уже таких причастий. Значит, она нам наплевала. А вот считается очень крепкая ворожба, как бы. Значит, когда именно на причастие, значит, ворожба. Вот, и там, особенно в селе, там такая дремучесть, там такие эти, там чудеса. Не, ну и реально без, это тоже, конечно, не без этого. Там одна бабушка мне на исповеди такие вещи рассказывала. Думала, она, наверное, но, на самом деле, это реально, у нее были реально оккультные проблемы. Она много, эти сорока усты всякие заказывала, а беднее, и очень была такая религиозная бабушка. И она даже, ну, плакала, где я никому не могу, никому не могу бабушку рассказать. Ну, вот на исповеди рассказала, что ее реально душит прям ночью. Вот, значит, домогается ее дух какой-то, значит, и там душит ее, значит, на постели, значит. И хотя она все закрывает, вот, значит, ну, а дух-то не отобьешься, значит, и это, и на шею у нее там эти такие страшные, жуткие такие, знаете, как здоровые пальцы такие прям придавливали ее. Вот, думаю, может, сумасшедшая какая, значит, больная, значит, а потом посмотрел, да нет, это реально бесовские проблемы. И самое интересное, те, кто часто занимается как раз этими сорока устами, обеднями, у них очень много таких духовных проблем, это я встречал. Я вначале, когда верил сам, как бы, в правильность этих традиций, и не мог допустить мысли, что это связано, понимаете, как бы, что с оккультизмом связано. А потом, когда вот на исповеди, когда, тем более в селе, в городе не так незаметно, в селе, когда эти бабушки, они у тебя на виду все время, да, там, ну, другие отношения, и там ты, как бы, знаешь, тем более на исповеди, знаешь их, как бы, изнутри, как бы, и поэтому там не заметить вот эту связь причинно-следственную нельзя просто-напросто. То есть, реально, я столкнулся с тем, что, чем больше они это поминают, тем больше у них проблем этих оккульных. Знаете ли, как говорят, батюшка, что делаешь? Вот, кажется мне, крестись, матушка, да, крещусь, еще больше кажется, да? Вот, еще больше, вот, 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 то же самое, то же самое. Ну, ладно, я дорасскажу эту историю, как она совершается, это обедня за упокой сама. Вот, священник всех причастит, потом выходит в алтарь, ставит на престол чашу, и сыпается все вот эти вот поминания за упокойные в чаши, или в чашу. И считается, что в этот момент, как бы, духи умерших, они причащаются, потому что молитва совершается, что, о мой Господи, грехи поминавшихся здесь, кровью своей святой, там, там, и прочие молитвы всех святых, там, что-то такое. И, значит, и сыпается. А потом эти чаши, эту чашу он показывает священник людям и приносит на жертвенник, хор во время поет, молитвы. И священник, это уже к концу служения, священник, если есть дьякон, дьякон помогает, все это они съедают, потому что, ну, это, считается, поминание умерших. А просторочки сами раскупают, ну, берут уже, при заказе обычно все это уже покупается, оплачивается. И после служения забирают просторочки домой и причащают, ну, сами кушают эти просторочки. А потом еще несут еще своим внукам, внучатам, потому что многие священники, особенно монахи, говорят так, что вот поминание детское, поминание младенцев, оно наиболее эффективно, потому что они, как бы, взрослые могут там скептически что-то там размыслить, подумать, а дети, они просто-просто, ну, принимают по вере, просто принимают вот это поминание. То есть, вовлечение несовершеннолетних в оккультную практику религиозную налицо. И потом у этих внучат проблемы. По крайней мере, бабушки, которые это все делали, поминали, да, они потом приходили и просили там, что там, Евангелие положить на им на голову, там, церковное, славянское, это, значит, там, прочитать, водой окропить, там, воду с копья, значит, там, что-то еще сделать. То есть, пошаманить как-то, чтобы, значит, там, были детки, это, здоровые. А почему? Потому что у детей тоже, оказывается, реальные бывают оккультные проблемы. А какие были признаки зависимости оккультной? Ну, обычно сразу потеря сна, а если сон был, то сны ужасники какие-то там рассказывали, они, значит, там, им снились. Ну, и, ну, и, понятно дело, все остальное там уже из этого текающее. И, ну, слава Богу, я покаялся в этих вещах, и, слава Богу, не собираюсь возвращаться к этому. И, слава Богу, что Господь помиловал меня тогда. Слава Иисусу! Да, и, наверное, о традициях, обрядах, наверное, я опущу эту тему. Здесь очень небольшая тема. Но скажу, что на Русь, когда христианство пришло, на Русь, вот эти все традиции, они перекочевали к нам. И с самого начала, вот тысячу лет назад, когда пришло христианство, все эти традиции, они перекочевали. И потому Русь была и крещена, но не просвещена, к сожалению. То есть, просветить забыли. А просвещение было, просвещение было, конечно, какое-то, но не библейское, не евангельское. Вот Иван Степанович Проханов, один из лидеров евангельского христианства, сто лет назад писал, что за 9 столетий первых так и не прозвучала проповедь евангельская. Но имеется в виду с церковной кафедры, с церкви, имеется в виду не от иерархии. Она звучала порой, эта проповедь, но помимо, даже против воли порой системы этой. Да, а как таковая молитва за упокой, она сама в себе порочна, я это подчеркиваю, потому что дьявол ворует наше время, которое, во-первых, мы могли бы молиться за живых людей и видеть реальные плоды в жизни живых людей. Во-вторых, молитва за упокой, это есть ключ к аду, просто-напросто бесам работа обличается. То есть, у беса появляется юрисдикция действовать, право верующие, получается, дают бесам действовать в жизни людей, именно живых. И очень много примеров таких. Кстати, я бывал в командировках, и одна командировка моя была на кладбище. Это было уникальное время. Я в епархии получил такое удостоверение командировочное, там написано было место командировки, кладбище. Я думаю, что такое. Да, потом, значит, там этот отец-секретарь говорил, ну вот, молодой священник, вот, как бы, тебе решили дать возможность хоть позаработать. Вот, кладбище молодое, перспективное. Вот, только-только землю отмерили, там, большой город рядом, значит, и вот, значит, ну, и я поехал туда, как говорится, есть, царь. Приезжаю, значит, приезжаю туда, значит, там, значит, на самом деле, только еще начали заселять это кладбище, его там, как бы, ну, как пополняется там. И директор кладбища, такой какой-то новый русский, тогда, начало 90-х, еще мало было этих таких больших иномарок, там, ну, у него такая большая иномарка такая, вот, пальцы так, веером, так, и... А все его работники, он, он трезвенник такой, спортсмен такой, а вот все его работники, все такие пьяницы, какие-то заблудыги, значит, и вообще там. И, интересно, а я говорю этому, ну, одному из сотрудников, говорю, а где мое место, ну, как бы, там ни храма, ничего нет, ни каплычки, ни часовники. А вот, говорят, ну, вот, пока землю отмерили, там, там будет часовня строиться, вот, вот земля, вот здесь будет, там, застолбили уже все от епархии, ну, а мне негде стоять. Вот, значит, там, на входе, прям, на въезде, там, такой прескурант висел, цен, значит, сколько, что стоило, там, отпевание, там, венчание, ну, не венчание, но, венчание кладбища. Не, хотя, бывало такое, бывало такое, особенно готы любят венчаться на кладбище, они просят батюшек, платят хорошо за это, вот, значит, для них это экстрим, такой, на кладбище поменчаться. Вот, я знаю, в Туле, в Москве, да, есть кладбищенские часовни, которые венчают готов, и, там, ну, и любители острых ощущений, такие, вот, как бы, значит, на кладбище, Особенно, если где-то в полночь, это заказ если есть, то они сразу еще один ноль пририсовывают, значит, сразу к тарифу. Значит, и, ну, это как бы, это своя экзотика есть в этом, конечно. Но, честно говоря, я не понимаю таких, это уже какие-то элементы сатанизма, какие-то уж там. Невеста с того света, да, или что-то такое. Да, свадьба на кладбище, там. Вот, и, значит, ну, или венчаются, если там лесбиянки голубые, тоже там цену сразу увеличивают, сразу ноль пририсовывают, сто процентов, там, а то порой два нуля даже. Вот, если это с камерами, там, и с фотографиями, допустим. Вот, значит, и, что интересно, не, ну, я голубых не венчал, значит, и на кладбище не венчал никого, я просто так, к слову. Значит, и отпевание, там, поминание, там, свечки за упокой, всё. Я должен был стоять с кадилом, ждать клиентов, или, как сказать, ну, кто приезжает на кладбище, там, с утра, рожок кадила, стою, сзади пресс-курант висит. Как на панели стою. Я не знаю, что делать вообще, что делать. Подъезжаю, там, похорон в процессе, одна, вторая, говорит, о, батюшка, а вы свободны? Да, свободен. Вы можете, могу, 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 список целый могу, т, я отпеваю, там, и по могилкам хожу, там, и печатаю. Да, да, chef, всё, да, все руки-мастер. Вот, свечки, значит, покупайте, все, значит, налетайте. Дело пошло хорошо, так как бы, я ведь весь день, значит, по могилкам хожу, там, отпеваю, там, распечатываю, там, всё, как положено. а эти кладбищенские работники они православные, но все такие и говорят, что они не верят в Бога но все-таки что-то есть они говорят, что все-таки что-то есть и говорят, что оказывается к ним, хотя кладбище молодое но почти каждый день приходят люди с просьбами вы не могли бы передать для покойника что-то допустим или забыли ему положить в гроб или он или он просто является во сне кому-то и просит что-то передать и ему надо передать срочно и они передают за отдельную плату самое популярное, что просят покойника это пачка сигарет и бутылка водки самое ходовое есть необычные просьбы то кепочка какая-то задум то костыль один покойник попросил костыль он инвалид был ему в гроб не положили и он попросил что оказывается ему нужно все-таки костыль а потом ну да где там ходить будет самая необычная просьба была у этого одного нового русского покойника тогда же время лихое и одного застрелили какого-то авторитетного человека и вот он на этом кладбище похоронили как раз именно и там отдельно как заходишь там справа такой вид кладбища такой а все остальные там они по центру и слева как бы и вот значит и как раз здесь часовня она как бы так водораздила была такая и вот значит ну потом строилась и вот значит и вот где-то вид кладбище там разрасталось да там там большие такие там какой-то цыган там был большой похоронен там известный и вот значит и вот этот бандит тоже был там похоронен или как-то он бизнесмен или не помню и вот значит и его положили там там типа мурзолей что-то такое и оказывается знаете что на 40 дней он кому-то из братвы своей снится и говорит Васек патроны заканчиваются а ему под подушку положили пистолет его значит он с ним не расставался никогда когда в гроб положили его да под подушку пистолет и он вот снится с пистолетом отстреливается и говорит Васек патроны заканчиваются как бы Эти бандиты бакаются такие суеверные, они за чистую монету это все, и импортный пулемет с боекомплектом. Там, короче, поля не поля, короче, на третью мировую. Как бы терминатора, наверное. Короче, закопали, да, заплатили деньги большие, чтобы они не сделали подков вот так вот, буквы ЗЮ, как бы. Именно под самые туда, ну, туда, куда и покойника положили. Представьте себе подкоп такой вот, замуровали, пулемет вообще там с комплектом и все, засыпали, все. Вот это да, то есть суеверные, да? Вот наши дни, казалось бы, в наше время, когда космические корабли раздят просторы Вселенной. Вот такие вещи происходят. Ну, и еще по поводу молитвы за упокой в конце урока надо пару штрихов записать еще. Не записать, а, ну да, запишите кое-что. 940-й год запишите, запомним. 940-й год, это как раз год, когда это уже учение о молитве за упокой, оно получило свое развитие. Вот запомним. Наверное, все из вас знают, да? Допустим, 40 дней, там, 9 дней, 20 дней, полгода, год. Вот люди спрашивают порой, откуда все это? Оттуда, в 940-м году это откровение родилось. Первых 9 столетий христианство не знало ничего подобного вообще. То есть не было понимания, что какие-то дни у покойника, какие-то там особые переживания, какие-то дни особые, нужно его как-то утешить, поддержать брата. Не было таких пониманий вообще. Но в 940-м году одному монаху по имени Григорий приснился сон. Этот сон перевернул все христианство, тогдашнее историческое христианство. Сон, ему во сне приснилась его знакомая монашка, покойная уже, Феодора. Феодора была недавно покойная, и Григорий очень сильно переживал, что она умерла, так что, значит, где она сейчас, значит, там, в раю, в аду, значит, и вообще, что она чувствует там. И он очень сильно любопытствовал, что же ощущает покойник после смерти. И вот, и он лег спать, и прямо вот Феодора ему является, и она сразу с порога говорит так-так, что то, что я тебе расскажу, Григорий, это важно не только для тебя, чтобы твое любопытство удовлетворить, но чтобы для всех правоверных христиан. То есть она принесла откровение, это монашка, представляете, покойная. Монах этот Григорий сон пересказал наутро своему духовному наставнику Василию Новому, который был наставником, кстати, духовным и монашки этой Феодоры. Василий взял, записал этот сон, прокомментировал его, потом его проиллюстрировали, и родился бестселлер религиозной мафиозной структуры. До сих пор пересдается сотнями тысяч экземпляров эта книга. Называется «Матарство блаженной Феодоры». Одна из самых просто-напросто гадких книг, какие были в истории христианства. Почему говорю так? Потому что она столько зла сделала эта книга. Такие представления эта книга принесла оккультные, неправильные, бесовские в христианскую церковь, что трудно себе просто представить, что может быть еще что-то более страшное в христианстве. Мытарство блаженной Феодоры. Мытарство – это прохождение через таможню, проще говоря. Мытница. Мытари – это сборщики налогов, таможенники, полиция таможенная. Мытарство – это прохождение через таможню. Ну, понятно, что, допустим, я часто пересекаю украинскую и русскую границу. Там бывают мытари такие, что я понимаю, о чем Иисус говорил, о чем говорит Новый Завет. Но мытари в том случае – это бесы. Они тоже таможенники. Там есть бесовская таможенная служба. И Феодора рассказала такую историю. В нее верят до сих пор православные традиционные христиане. Это вообще жутко, конечно. Католические традиционные христиане в это верят. Бред. Настоящий бред. Феодора – это покойница. Ну, на самом деле, это был бес какой-то. Потому что никто не заинтересован был в таких вот лжеучениях, кроме как дьявол. Что якобы после смерти она прошла 20 таких мытарств. 20 таможен таких застав. И там таможня, допустим, блуда. Таможня – это мытарство, допустим, пьянство. Мытарство там чего-то еще. Ну, всего 20 насчитала она вот этих таможен. И на каждой таможне были таможенники эти, дьяволы, бесы какие-то. Которые, значит, отвечали за эти грехи, как бы. И они, когда, допустим, Феодора приходила на какое-то мытарство, да, пришли хорошие ангелы. Вели ее под белые ручки. Но на каждой таможне была та же история. Эти бесы выходили с претензиями к этой душе. И говорят, о, она нам должна, она нам должна. Это наша душа, да, она нам деньги должна. Такие вот, двое злорца такие. Значит, и они, значит, что делали? Ставили весы на каждой таможне. И доставали списки грехов. И ложили на чашу весов. Допустим, и тарство пьянство. С кем пила, когда пила, при каких обстоятельствах. Значит, там все, все, отягчающих, смягчающих. Все было почти там до капельки, надо же. Душа в шоке. Не виновата ей я. А ангелы хорошие уже наши, да, как бы. Они говорят, значит, что те немцы были. Вот. А наши говорят, значит, что ангелы, что все хорошо, душа, не беспокойся. Мы тоже зря хлеб не едим. Мы тоже кое-что подсчитывали, подбивали все это время. Они тоже ходили и считали добрые дела всякие. Они доставали список с добрыми делами и ложили на чашу весов другую. И так выравнивали. Но душа Феодоры либо там, на самом деле, была недостаточно добрых дел. На самом деле у нее как-то не хватало. Либо беса обвешивали. Я не знаю. Но там грамм сто-двести, но не хватало. Душа в шоке, значит. А там очень жесткие такие требования. Что если немного хотя бы не хватило, на сколько грамм не хватило, все. Настолько ты там столетий, может быть, попала. А там, значит, если попадешь, все. Там пока, значит, до последнего кондранта не отдашь, все. А каким образом? Там изгаляются так, там описано, там то во фритюре тебя жарят, то там, значит, там, короче, ужасно. И вот. Душа, значит, в шоке, не хочет оставаться там с этими бесами. И ангелы говорят, у нас для тебя есть еще одна хорошая новость. Козырь. Да. Из рукава прямо. Они показали кое-что еще интересное. Они достали мешочки с молитвами за эту душу. И эти молитвы досыпали на чашу бесов с добрыми делами. И раз, выровняли. Все, душа. А, хорошо. Наконец-то. И до следующих КПП. И вот, значит, предпоследнее протестанты не проходят точно. Я еще, может, фифти-фифти как-то проскочу. Но вы попали там. Значит, там, допустим, там мытарство, ересей и заблуждение. Там говорится, что, значит, что если душа там жила идеальной жизнью даже, но если она Богородица не почитала, там, креста не носила, там, святым не молилась, мощей там не почитала, все, там по полной программе, там уже все. Бесы жестокие, значит, и неумолимые. Значит, и потом душа прошла все двадцать КПП этих, мытарство, может, все хорошо, казалось бы, она вот тебе уже и врата. Но здесь ждало ее такое разочарование. Значит, она попала в трон и зал Иисуса Христа, казалось бы, да? Но это не настоящий, конечно, Иисус Христос. Это его однофамилец, видимо. Потому что это вообще никто. Выдуманный, ложный в том рассказе Иисус. Тот Иисус в том рассказе, он вообще Библию не читал, и вообще, или полная амнезия, и вообще не помнит весь Новый Завет, и вообще, как будто ничего не было вообще. Ничего, ни Голгофа, ни Воскресенья, вообще ничего не было. И вот, тот вымышленный Иисус. И вот, тот Иисус, значит, он очень строгий судья такой. Лишь на основании взвешиваний судит. Все. Больше ничего. Никакие аргументы ему. Значит, даже молитва за святых. Молитва святых. Не святых, а молитва за эту душу. Бесы восприняли, а он, как бы, не очень воспринимает. Понимаете, значит, здесь, ну, как бы, даже страшные бесы, значит. И что делать? Душа в шоке. Ангелы хорошие, да, они тоже, они поняли, что это дело запахло жареным. Вот, значит, и, значит, и душа, так, Феодора говорит, что если я не была бы покойной, я бы там умерла, за страху бы, значит. Вот. Ну, представьте, женщина такой стресс испытала, да, умерла. Прошла 20 квантаров, значит, и вот такой теплый прием, да. И вот. И, ну, тупиковая ситуация. Смотрите, тот Иисус, вымышленный, он, значит, в том рассказе говорит, что, женщина, не знаем, куда вас отправить теперь. В ад вроде как бы уже не пустишь, не отправишь, но и в рай не за что вообще. И, как бы, куда? Да, и в этот момент открывается боковая дверь, где-то, и заходит мама. Мама Иисуса Христа заходит. Мария, Богородица. Иисус встает с трона, говорит, мама, извините, у нас важное заседание. Она говорит, сын, я все слышала. Она так послушала за дверью, кажется. Да, тогда заходит. Сын, я слышала. И говорит, о, пожалуйста, я понимаю, это же, эта душа, она ни богу свечка, ни черта кочерга, как бы ни рыбы, ни мяса. Но, говорит, ради мамы, пожалуйста, пропусти ее. Ради мамы. А почему? Она очень молилась мне, говорит. И вот ради, как бы, ну, все-таки имени моего, там, ради меня самой, вот, как бы, материнской моей, там, я тебя, там, рожала, напомнила, ну, все, что, я тебя, значит, спеленала, я тебя подмывала, я тебя в школу водила. Я вообще, ну, утром, значит, бутерброда тебе мазала, там, ночей не спала, значит, все. Короче, Иисус, ладно, мамочка, ладно, только ради вас. Только ради вас. И подписывает ей проходную в рай. И говорит, душа, ну, ближайшее тысячелетие мне не попадать за глаза, короче, иди, там, обители много, найди себе где-нибудь там местечко. И Феодора в том рассказе, она рассказала потом в конце этому Григорию, запомни, главное, мама, если она попросит, Иисус, он растает и будет добрым. Но если мамы нет, все, это чем зомби в бане или кем там быть вообще. Да. Вот такая история. И эта история вообще полный бред вообще, полный бред. Ничего общего не имеет ни с Библией, ни со здравым смыслом, и скажу, что абсолютно, вообще, абсолютно. Вот, но, к сожалению, этот бред его до сих пор преподносит, как вот именно, ну, вот в этом учебнике, допустим, о спасении. А сатериология православно-традиционная, она в основном строится, хребет этого учения, доктрины этой о спасении является вот это уже учение о мытарстве, представляете? То есть, человека, ну, обычного гражданина, который пришел в церковь и хочет спастись, его ставят вот в такую тупиковую вообще ситуацию. Что он должен, значит, тщательно подсчитывать какие-то, ну, хотя бы наприкид, хотя бы, примерно хотя бы, значит, сколько добрых дел и стараться это делать, зарабатывать, иначе его не пусть заслужить. А если он не заслужен, то он хотя бы позаботится, чтобы за него молились хотя бы, чтобы его поминали, подать заявки в разные храмы монастырины, чтобы за него молились, чтобы искуплять его. Понимаете ли? Полностью не библейская, антибиблейская картина, антиевангельская картина спасения. Вообще. И, конечно, это ужасно. Но еще ужаснее то, что это учение до сих пор дошло до наших дней. И, кстати, это учение ложное, оно было положено в основу вот этого католического лжеучения о чистилище. На востоке называется, в православии называется о мутарствах, а на западе называется о чистилище. Чистилище. Ну, это хрен и ледьки не слаще. Это одно и то же, только под разным соусом подается. И, значит, и вот это, это все блюдо дьявольское, оно преподносится, и из него, кстати, родилось еще одно уродливое детище. Это вот как раз лжеучение о индульгенциях. Именно оттуда пошло оно. На западе, на востоке это как бы не прижилось, а вот на западе богословы, они додумали это учение. Это вот эту ситуацию с мутарствами, да, с чистилищем. Они придумали такую историю. А если, допустим, один брат пошел, допустим, и он откупился хорошо, у него там мешок добрых дел, а злых там с гульки носа вообще ничего нету, как бы он жил идеальной жизнью там. А другой пошел, и там его обвесили, и там недомолили, и там он недоделал добрых дел. Ну, такой недоделанный христианин какой-то, знаете, вот. И что делать ему? Он застрял там, 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 и католические эти богословы подумали. О, Эврика, а нельзя ли бы взять немного добрых дел у того брата? У него и так полмешка добрых дел осталось лишних. Излишки. И поделиться по-братски, поделиться, знаете, колхоз такой сделали, такой, из католической церкви. Значит, поделим все по уровню, значит, так. Все, значит, будем, значит, в одном колхозе. И вот, значит, и вот того брата Тунеяца, и того кулака, значит, раскулачиваем немного, значит, и поделимся. И вот, и, а кто за все отвечает серебро, а кто распределяет церковь и иерархия? Папа Римский. Придумали индульгенции, напечатали эти индульгенции, и, ну, это не индульгенции, это как бы, ну, допустим, представители. Напечатали индульгенции, и там было обозначено, что так вот, значит, за счет добрых дел таких-то святых, за счет излишков добрых дел таких-то святых и таких-то мучеников, такая-то душа, от таких-то грехов, там, просто надо подписывать, какие грехи, да, значит, такая-то душа, такое-то имя записываешь, она прощается и освобождается. Все. Это юридически, с печатями из Ватикана, прям с подписями, все, прямо из Ватикана. Покупаешь, и все, и ты прощен. Но вначале это было только для покойников, это было очень неудобно, конечно, хотя это очень выгодный бизнес, вообще, минимум вложений, максимум прибыли вообще. Покойники, они молчат себе, вот, значит, а живые, они сами напрашиваются, чтобы раскошелиться, живые приходили и говорили, вот так вот так, снится покойник мне, что мне делать, он неважно выглядит. Ну, ладно. Хорошо. Батюшка сразу, значит, подсчитывал, сколько это может быть заработано, это все. Он говорит, ну-ка, чем душа этого покойника при жизни грешила? Вспоминайте, давайте. А если не помните, поговорите с роднёй, вспомните, всё. Ну, целый список такой, допустим, написали, он подсчитывает, такой-то грех стоит, столько-то, такой-то, столько-то, подбивает. Ну, как бы, округляем, так. Такую-то сумму за ящик заплатите, и всё, значит, и душа, и спите спокойно. В следующий раз покойник будет хорошо выглядеть, уверяю вас. И тебя, короче, да. И, знаете, что, если ты сомневался, а подействует ли, потому что, понимаете, деньги-то, это же твоё, кровное, а это, как бы, ну, какая-то фельдкинограмма такая, знаете, хотя и в церковной, но мало ли, как бы, ну, какая гарантия вообще, и люди интересуют гарантии. Значит, священники говорят, о, у нас есть для вас хорошая новость. Они доставали из Ватикана доставленные специальные книги с картинками, где всё было рассказано, как всё происходит. Картинки рисовались так ужасно, что люди же раскошелились, желали всё-таки. А если даже и книжки с картинками не есть на тебя, тогда священник сообщал, куда надо. И тобой занимались компетентные товарищи из доминиканского ордена инквизиции. Да, подъём на ручки среди ночи, монахи тебя брали в подвал, пытали, значит, воду лили, кости выкручивали, значит, тебе, значит, и объясняли, что ты не прав. Лучше верить тому, что говорят тебе церкви. И всё. Да, и если ты живым оттуда выходил с подвала, у тебя на всю же оставшуюся жизнь отпадало желание спорить вообще. Лучше утром деньги, и всё. И, значит, ну, вначале, вот для покойников это было мало дохода, конечно, хотя очень люди суеверно платили бешеные деньги за всё это. Я жил в монастыре католическом, в польском, в гостях, там были поляки, ну, которые русский язык знали неплохо, я польский так немного совсем знаю, ну, мне очень нравится польский язык, да. Ну, там шеф-шеф-шефт, вот, их очень нравится. И вот, ну, там каждый вечер анекдоты резали. На польском я так понимал, не понимал, а вот на русском, наверное, так классно было. И там один анекдот есть, как одна женщина приходит в костёл и говорит, батюшка, помолите за моего мужа, он умер, и, видимо, ну, плохой смертью, как бы, и, видимо, ему там совсем плохо. Она деньги перетаскала много в костёл, значит, молились, молились. А потом уже достава на этого священника, как бы, опять приходит с просьбой, опять, пожалуйста, помолите за этого мужа моего. Он говорит, ну, знаете, гражданочка, я уже молился много, но я чувствую, что вот он уже на пороге рая где-то. Вот я уже в духовном мире, как бы, за волосы беру, его уже перетаскиваю в рай уже, как бы, успокойтесь. Она говорит, батюшка, бросьте там мужика, это не мой муж, мой муж всю жизнь был лысым, говорит. Да, ну, мне рассказали, что по-польски звучит ещё веселее вообще. Ну, и что интересно, значит, потом придумали индульгенция для живых. Зачем ждать, пока умрёшь? Нельзя ли бы при жизни иметь чистую совесть? Хорошо, сказано, сделано. Допустим, ты приходил на исповедь и говорил, грешен, батюшка, вот согрешил, там, значит, там, к соседке ходил, там, значит, курочку сточил, ну, мало ли, что-то наговорил, допустим, да. Он говорит, а, хорошо, почитал, вот заплати, милый человек, спи спокойно. Вот тебе индульгенция, что ты, значит, прощённый. А потом придумали другие ещё индульгенции. А, кстати, а ты, может, подумаешь, а можно ли на исповеди утаить и не сказать грех? Ну, в принципе, можно теоретически, но практически было очень сложно сделать. Потому что, знаете, знаете ли, у кого КГБ училось? И другие разведки мира. У церкви. А потому что священники, допустим, вот сейчас, в частности, католические священники это 100% практиковали. Ну, может, не все 100%, но почти все это практиковали. Допросы на исповеди, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Допустим, твою родню всю, соседей. И потом анализируют, кто врет, кто утаивает. Ты не сказал, а тебе сказали. Значит, или твой подельник сказал. А утаивание греха, во-первых, это было очень страшным грехом. Большая эпитемья. Штрафы, огромные суммы ты платил. Плюс могло быть тюремное заключение. Если бы я снял, что ты утаил грех, всё. Система была очень жёсткая, поэтому тебе было очень невыгодно утаивать грех. Материально невыгодно. Но это в понимании церкви, когда вич, что должно было дрессировать Европу. Но получился вообще полный бред. И вот, потом придумали что? А нельзя ли бы сделать отпущение будущих грехов? Зачем вот это переживание, муки совести, угрызения, ночей не спать, волосы рвать на голове? Вот, нельзя ли бы заплатить и грешить с чистой совестью? Батюшка, если мне в гости пойдут, значит, да, там вообще будет вечегринка. Вот, можно ли, значит, да, ваши деньги, всё. Значит, и были придуманы такие вот индульгенции впрок. Люди платили, правда, сумма была большая за будущие грехи. Ты платил больше, но зато ты, как бы, был не виноват. По максимальным процентам. Кстати, оптов и покупателей были скидки. То есть, если ты покупал много сразу, то тебе сбрасывали сумму. Это не в супермаркете придумали в 20-м столетии, это в средние века придумали. Вот, значит, и ещё, скидки были на Пасху и на престольные праздники. То есть, ты мог на престольный праздник получить скидку до 50%, кстати. На половину даже можно было купить. Поэтому на престольный праздник и собиралась масса народа в Европе. Вот почему Мартин Лютер прибил тезисы, когда на престольный праздник масса народу пришло. И Тецель, монах, распродавал индульгенции направо-налево. И ему говорили, Лютеру, Лютер, батюшка, дорогой, ты говоришь, там, нужно каяться, жизнь менять, там, вымаливать прощение. Фу, гораздо проще. Тецель сказал так, его такой афанализм известный. Как только монета зазвенит на дне церковной кружки за индульгенцию, душа тут же из честилища будет освобождена. Очень красиво. И люди бросали их, звенело и думали, о, душа ещё одна освобождена. Пошла душа в рай. И индульгенции показывали, батюшка Лютер, смотри, вот, всё просто, с печатями из Ватикана. Ты простой сельский батюшка, ну, провинциально-немецкий. А это из Ватикана приехало, предложение специальное. Ну, а батюшка Лютер, не будь дурак, говорит, что вы можете с этими индульгенциями в одно место сходить, что ничегошеньки оно вам не даст вообще. Ну, и как бы немцы некоторые верили, некоторые не верили, а некоторые стали возвращать деньги, требовать. И говорит, Тецель, мы уважаем тебя, но всё-таки, ну, у нас есть сомнения теперь. Не мог бы ты деньги вернуть? А вы хотите грехи вернуть? Ну, не знаем, не знаем, но вот у нас батюшка по-другому учат. Какой батюшка? Лютер. А, хоть ты еретик. И, короче, коса на камень. И вот, Лютер реформация начала именно с этого момента, с протеста против распродаж индульгенции. И также и Кальвин, также и Цвингли, также Мино Симмонс, другие католические священники тогдашние традиционные, которые восстали против массовых распродаж индульгенции направо-налево. Хотя, прошло много времени, а ВОЗ и ныне там, и по сей день индульгенции распродаются, к сожалению, в католической церкви. Только не такого массовых распродаж, но до сих пор учение-то сохраняется. Сегодня по карте виза можно, по мастер-карт можно оплатить через интернет, значит, и распечатать у себя на принтере, и в рамочку повесить индульгенцию. Но это не просто так, конечно, ты должен иметь заверение от священника местного, и свидетельство исправления жизни и прочее, но это бред полностью. Потому что, на самом-то деле, ни в ком оно нет спасения, нет другого имени под небом данного, человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только в Иисусе Христе наша жизнь. Аминь. Да, да. Аминь.